В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском районе прошла выставка племенных животных звезды Подмосковья. Чтобы надой был, отел был хороший. По таким критериям мы привозим сюда. В районном историко-культурном центре в рамках проекта «Прожи КХ-2.0» обсудили капитальный ремонт. Мы намерены порядка 50 домов привести в порядок в этом году в Ленинском районе. Рабочие совещания по вопросу возведения канализационно-насосной станции. Закончены монолитные работы. В том числе начата прохладка коллектора. Выставка племенных животных звезды Подмосковья в этом году прошла в 23-й раз. И вновь это мероприятие было организовано на одной из площадок в Ленинском районе. Отправилась на него и наша съемочная группа. Племенных звезд увидел Максим Козлов. В настоящее время численность крупного рогатого скота в Московской области составляет 206 тысяч голов. Естественно, что у такого рогатого племени должны быть свои звезды. Спустя более чем 20 лет выставка «Звезды Подмосковья» – это профессиональный форум, где также представлены производители кормовых добавок, молочного оборудования, ветеринарных препаратов. Беспроводной УЗИ-сканер с линейным датчиком, 128 кристаллов. Для ветврача, зоотехники – это необходимая вещь в наших условиях, в том ритме, в котором мы живем сейчас. Главными гостями выставки стали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и глава Ленинского района Валерий Венцель. Они прошлись по выставочным стендам, где представлены и другие отрасли сельского хозяйства, в частности птицеводство. Для гостей из Сергиевого посада выставка – отличная возможность завязать новые полезные контакты. Здесь клиенты могут воочию посмотреть на нашу птицу, убедиться в его высоком качестве, взять контакты, потом подъехать уже к нам или здесь приобрести птицу. Люди, которые этим интересуются, для них это важно. На открытии перед собравшимися выступили представители организаторов, среди которых Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и некоммерческое партнерство Мосплем. На правах гостеприимного хозяина приветствовал участников и зрителей, и глава Ленинского района. Мы начнем уже в четвертый раз встречать наших дорогих гостей, которые приезжают со всех просторов Московской области, для того, чтобы еще раз, еще раз показать, что у нас тут новостного, они будут приведены, что у нас в Московской области, и мы должны развивать все эти контакты, и мы сегодня видим хорошие результаты. Еще одна задача форума – обмен опытом и награждение лучших представителей профессионального сообщества. Свои награды получили зоотехники и рабочие ферм, операторы оборудования и ветеринарные врачи. Конечно, не ожидала. Я работаю в этой сфере 2012 год, и номинация – ветеринарный врач. Ну и какие чувства в связи с этим? Конечно, самые такие высокие, эмоциональные. Впервые в истории конкурса «Звезды Подмосковья» был проведен аукцион по продаже породистых телок и бычков. Но главное – выбор звезд первой величины. В этом году на выставке было представлено 62 коровы из 34 хозяйств Московской области. Участники признаются – специально для выставки коров не выращивают. Сегодня мы привезли три головы, и это наша четвертая выставка. Чтобы надой был, отел был хороший. По таким критериям мы и привозим сюда. В этом году председателем жюри стал Торсен Ленг. Судья международной категории, аналитик крупнейшей в Германии организации по племенному животноводству. Впрочем, параметры оценки довольно просты. В первую очередь экстерьер. То есть корова должна соответствовать всем параметрам. Это и вымя, и холка, и костяк. Ну и плюс, она должна быть продуктивной. Она должна давать молоко. Абсолютной чемпионкой, звездой Подмосковья стала корова по кличке Грамота животноводческого предприятия «Пойма» из городского округа Луховицы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В районном историко-культурном центре в рамках проекта «Про ЖКХ-2.0» прошел открытый урок, посвященный капитальному ремонту жилья. Больше двух часов на вопросы жителей отвечали представители органов власти, фонда капитального ремонта жилья и ассоциации советов многоквартирных домов. Подробности в нашем следующем сюжете. Проект «Про ЖКХ-2.0» функционирует в муниципалитете уже второй год. На семинарах, которые устраивают в рамках проекта, поднимаются самые разные темы от создания советов многоквартирных домов до тарифов и капитального ремонта. Ассоциация представителей советов многоквартирных домов совместно с Министерством ЖКХ разработала целый курс. Это было сделано в прошлом году. Уже открытые семинары у нас проходили. В прошлом году мы провели 14 обучающих семинаров. В июле месяце. Предлашаю всех жителей Ленинского района. Вход бесплатный. В этом же здании, в историко-культурном центре. 4 и 25 июля в 16.00 будут открыты уроки «Про ЖКХ». В прошлом году такие уроки посетили свыше 650 человек. И вот новый семинар в центре внимания «Капитальный ремонт». Капитальный ремонт – больная тема для многих жителей муниципалитета. Здесь до сих пор, как говорится, вопросов больше, чем ответов. Поэтому на открытый урок проекта «Про ЖКХ-2.0» на эту тему пришло много жителей. На семинар пришли в основном председатели многоквартирных домов. И у каждого было много вопросов. У нас новый многоквартирный дом. Наш дом включен в программу капитального ремонта. Но у нас по этой программе имеются вопросы, как у жителей, как у собственников. Мне бы хотелось, чтобы эти деньги пришли на другой вид работы, который у нас будет на следующий год. Но нам их не выделяют. Мы бы хотели, чтобы хоть что-то изменилось немножко. У нас только создан был совет управления домом. То есть у нас люди были очень далеки от этих моментов. То есть когда и жители могут решать, принимать какие-то решения в судьбе нашего дома. Поэтому нам очень интересны эти вопросы. Жители смогли не только задать свои вопросы, но и получили справочные брошюры, в которых подробно и обстоятельно описаны самые важные темы, касающиеся сферы ЖКХ. Вопросы, которые не удалось решить на месте, директор фонда капитального ремонта брал на карандаш. Он рассказал, что в этом году на капремонт в Ленинском районе планируется потратить значительно больше, чем в прошлом. В прошлом году программа была здесь порядка 350 миллионов рублей. В этом году у нас более 700 миллионов рублей. Основное внимание будет уделено кровлям и фасадом. То есть мы намерены порядка 50 домов привести в порядок в этом году в Ленинском районе. Вопросов было очень много. Мероприятие растянулось больше, чем на два часа. Жителям рассказали, каким образом можно определить перечень работ по капремонту, как попасть в региональную программу, как проводятся начисления, с какого периода, каким образом можно перейти на спецсчет со счета регионального оператора и можно ли будет вернуться обратно, и что делать, если собственник получил квитанцию за должностью. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Работы по строительству новой канализационной насосной станции в микрорайоне Купеленко идут по графику. Об этом было сказано на рабочем совещании, которое в связи с плохими погодными условиями состоялось не на объекте, как обычно, а в конференц-зале ПТО городского хозяйства. Заседание рабочей группы по строительству канализационной насосной станции в микрорайоне Купеленко провел глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Он выслушал доклад Артема Орлова, главного инженера компании, осуществляющей строительные работы. Закончены монолитные работы, в том числе начатся прокладка коллектора. Существующие в сети уже КНС. Уже проложено 30 метров, осталось порядка 80. В настоящее время строители ожидают поставку металлоконструкций для возведения здания. Чтобы работы велись быстрее, Артем Орлов предложил проводить их круглосуточно, используя ночные часы для менее шумных действий. Представители общественности, которые находились на встрече, сказали, что это возможно, но необходимо уведомить жителей через объявления на информационных стендах. А Моисей Шимаилов сделал акцент на том, что подобные работы должны иметь обязательные временные рамки. Нельзя месяц. Надо какие-то вот несколько дней. Люди могут потерпеть несколько дней. И вы должны четко сказать, с такого по такой период. Несколько слов было сказано и о КНС в микрорайоне Завидное. В настоящее время проводятся торговые процедуры и заключение договора на разработку проекта. Представители ПТО городского хозяйства и строительной компании также ответили на вопросы, которые задали активные жители. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Двери в сказку распахнулись в Развилковской библиотеке. Ребята из летнего лагеря «Факел» пришли на встречу с Виктором Луниным, современным детским поэтом и писателем. О чем узнали гости от автора, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Советская и российская литература знает много детских поэтов и прозаиков, Михалков, Маршак и Барто. Однако современников знают мало. Один из них Виктор Лунин приехал в библиотеку поселка Развилков встретиться с детьми из летнего лагеря «Факел». Добрые стихи, поставленные на сценах сказки и даже мультфильмы по мотивам произведений. Творчество писателя Виктора Лунина постепенно становится классикой детской литературы. Работы автора известны по всему миру – в Швеции, Израиле, Польше, Румынии. Виктор Владимирович был, кажется, везде. Вот и в Ленинский район он приехал не в первый раз. Я в Видном бываю уже последние 20 лет, если не больше. И они меня просто попросили сейчас, пока летняя пора, поездить по вашим летним лагерям. Виктор Владимирович за свою творческую карьеру издал более 70 книг, а началась его литературная жизнь в совсем юном возрасте. Я пишу с трех с половиной лет. Писатель рассказал детям, как к нему приходят идеи новых произведений. Много автор черпает из детства и, наблюдая за домашними животными, истории о которых удивили и развеселили ребят. Например, его кот однажды разбил старинные часы, прыгнув на них с рабочего стола Виктора Владимировича. Я бы, знаете, что сделал? Я сказал, Марсик, какой ты молодец, как ты здорово прыгаешь. Ведь он же не виноват, правда? А раз не виноват, а прыгает он замечательно. Все, и Марсик, и я его абсолютно простил. Виктор Лунин прочитал детям свои стихотворения. Одно из них «Сонная муха» дети смогли завершить вместе с автором. И понял тогда я, зевая ужасно, что сонную эту муху зовут не напрасно. Неплохо думать и всегда прилетать, когда мне пора отправляться к кровати. Поэт прочитал стихотворения о дружбе, первой любви и животных. Тема братьев наших меньших детям понравилась больше всего. Мне все понравилось, как он рассказывал нам стихи про котов, про все. Мне понравилось про кошку и песенка про жирафа. Я все бы прочитала. И даже в интернет, может быть, отправила. Встречи с детскими писателями и творческими людьми в летний период в библиотеке поселка Развилка – частое явление. Заведующая учреждением Ольга Колыванова рассказала, что в прошлом году гостем был другой детский писатель Валентин Постников. Традиционно в это время, ближе к закрытию лагеря, к окончанию лагерной смены, мы приглашаем писателей и поэтов в нашу библиотеку. Для того, чтобы познакомить детей с творчеством, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы у детей осталась память о нашем сотрудничестве. В конце встречи ребята и сами вызвались прочитать стихи. Правда, не Виктора Лунина, а Александра Пушкина, что тоже оказалось приятной неожиданностью. Ведь в нынешнем году любимому детскому сказочнику исполнилось 220 лет. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Внимание жителей города Видное. Со 2 по 15 июля 2019 года, включительно, в соответствии с утвержденным администрацией Ленинского муниципального района графиком, работа котельных будет остановлена для проведения планово-профилактических ремонтных работ. В связи с чем прекратится подача горячей воды в жилые дома и объекты социального назначения в городе Видное. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.